и конечно же еще раз были проведены новые экспертизы мы обязаны просто вернуться к этим фактом например полученные 28 января 1969 года из бонна фиде тогдашние федеративной исполнике германии от доктора вольфа оценивают век камней языки и рисунков на них самое малое 12 тысяч лет это пока все что касается камнейки но чтобы расширить и углубить понимание и возможное появление их в регионе скажем пару слов о так называемой пустыне нас к рисунки гигантские на этом плоскогорье поражают воображение неизвестная культура не познанными до сих пор методами изобразила различные фигуры видимые полностью только с высоты полета птиц ученые в недоумении немка годами их исследовавшая так и не пришла к айце рейхард или как то еще не суть важно хороший человек который можно сказать жизнь отдала науке и не пришла она к окончательному выводу мало того нет никаких конкретных данных о том когда и какая цивилизация несомненно высоко развитая цивилизация осуществил осуществила рисунки всех этих птиц и других животных и предметов и не стоит связывать и ошибочно приписывать их позднейшим культурам нас к или культуре с окрестностей города и к однако несомненно какая-то связь между рисунками с пустыни нас к и камнями и к есть пока еще трудно уловимая однако сразу же отбросим связь рисунков нас ки с культурой карга то есть с так называемой культурой чтивший неземных богов ибо эта культура принадлежит к очень примитивным культурам в нас к высокий технический уровень исполнения а культ карга соответствует мировоззрению современных даже племен джунглей южной америки и австралии что интересно исследование самих камней их геологической структуры показали что их можно датировать на около я изменяюсь 220 миллионов лет то есть они на 160 миллионов лет старше чем сам горный массив анд ну это вообще какая-то супер фантастическая теория рисунки оценивают на 12 тысяч лет камни на 220 миллионов а анды повстали 160 лет ну так что их привезли с другого континента или спустили с небес но не будем об этом это все так сказать научные методы в общем то как и углеродный метод анализа до сих пор и до конца убедительные в чем-то спорные это после лабораторных исследований а следовая исследования музея воздушных сил первую не будем принижать возможности этого музея еще очень важное замечание рисунки на камнях ики нельзя связать ни с одной из известных культур андского ареала единственный общий с ними элемент эта фигура птицы называемой калибри уже давно всем известной во всем мире появляющийся как на камнях ики так и пустыни нас к вернемся еще к этому теме и и и